В глубинке далёких Гималаев благоговейное песнопение буддистских монахов сливается с вечностью времени и пространства. Они – последователи мудрого, сострадательного Будды. Это рассказ о принце Готаме Сидарте, который стал пророком. В 566 году до н.э. жил-был король Шудхадхана, правитель королевства Саккиас, современного Непала. Однажды ночью его королеве Махамая Деви приснился удивительный сон. Во сне она увидела, что в её тропу вошёл великолепный слон. В хоботе он держал лотос. Король позвал дворцовых астрологов и сказал им разгадать, что предвещал этот сон. Они все ответили, что королева родит благородного сына, который будет или великим святым, или могущественным королём, который покорит весь мир. Сын родился, когда королева ехала к своим родителям здесь, в Лумбини. Сегодня Лумбини является одним из самых важных буддистских мест. На месте, где родился Будда, построен храм, посвящённый его матери Махамайе Деви. В легенде говорится, что королева, искупавшись в озере, родила сына, державшись за ветку дерева сал. К удивлению всех, младенец после рождения стал на ноги и сделал семь шагов, означавшее, что это было его последним рождением в этом иллюзорном мире. Великолепный храм Махабодхи в Бодгая стоит окружённый благочестивой тишиной, которую нарушает только ритмическое песнопение монахов. Здесь каждый камень – свидетель о божественной сути Будды, и его милосердие и благозвучие ощутимы везде. Храм стоит на том месте, где принц Сокьяс Готама Сидарт стал Сахиамуни – Будда, просвещенный. Он получил просвещение, сидя под деревом пипл, в долгой и непрерывной медитации. Здесь каждая ветвь, каждый лист – священные, потому что они давали тень и защиту Будде. Полагаю, что это дерево пятого поколения, начиная от первого дерева Будды. Саженец привезли из Сри-Ланки, и он был взят от дерева, которое было посажено там в III веке до н.э. сыном императора Ашока Махендрой. Когда родился Сидарт, святой Асита предсказал, что если ребенок увидит страдания и горя, то он отречется от мира сего. Король Шудодана хорошо запомнил это предсказание. Он окружил своего сына всем прекрасным и роскошным. Когда Сидарту было 19 лет, его женили на красивой Ашодре, и король полагал, что он дал своему сыну все, что он сможет пожелать. Но одной ночью Сидарт сел в свою карету и выехал в мир, который он никогда не видел. Он увидел старика, больного и труп. В отчаянии он воскликнул, «Неужели это счастливая земля, чтобы увидеть, которую я был рожден?» И затем Сидарт увидел лицо проходящего мимо монаха, спокойное и безмятежное. И он нашел свою судьбу. В 29-летнем возрасте Сидарт отрекся от мира сего. Он оставил дворец, его спящую жену и маленького сына. Он надел монашескую рясу и стал монахом нищенского ордера. Сидарт неустанно искал истину и пришел в Урвилу, жаждуя освобождения от цикла смерти и рождения. Сидарт следовал учениям многих мастеров, но так и не нашел истины. Он голодал, ничего не ел, кроме одной рисинки. Он был слаб и истощен, но не был близок к истине. И тогда деревенская девушка Суджата предложила ему чашку рисового пудинга или кира. Хотя голод Сидарты был духовным, он съел кир. По сей день в храме Махабодхи во время ежедневных ритуалов предлагает кир. Он символизирует веру мастера в среднюю тропу, которая не идет в крайности чревоугодия и голодания. Вскоре после того, как он съел кир, Сидарт выбрал место на берегу реки Нирджана и сел под деревом Пипл. Я не сойду с этого места, пока я не достигну просвещенности. Пусть даже мое тело иссохнет, и кости, и мясо растворятся. Злой дух Мара и ее три дочери, желание, удовольствие и страсть соблазняли его, но безуспешно. Сидарт сидел под деревом 49 дней. Он увидел прошлое, нынешнее и вспышки яркого света будущего и дорогу к спасению. Сидарт достиг нирваны. Он стал Буддой, просвещенный. В трехсотом году до нашей эры императора Шока построил храм Бот-Гая. Внутри храмового комплекса есть семь святых мест, отмечающих семь недель, которые Будда провел здесь. Недель радости, благодарности, медитации и созерцания. Туристы и паломники с глубочайшим почтением обходят эти места, потому что это священное место. Каждый уголок и закоулок напоминают о великодушном присутствии мастера. Ныне в храме Магабоди съезжаются посетители из различных частей мира. Раньше последователи Будды в основном были из Азии и Южной Азии, но сегодня они приезжают также из Европы и Северной Америки. Его доктрина дает очертания жизни без страданий, устраняемыми усилиями самого человека, и ее простота и прямота привлекают все больше приверженцев. От Бодгая Будда пошел в старинный город Варанаси на берегу реки Ганг. Там на окраине города, в оленьем парке, Сарнат, он произнес свою первую проповедь. «Да пусть я стану источником неистащимого света, излучающего богатство моей мудрости и добродетели, освящающего все земли». Сарнат-те Будда встретил пять аскетов, которые ранее отреклись от него, и сейчас, когда он проповедовал им, они стали его первыми учениками. Он говорил о четырех благородных истинах. Мир полон страданий. Желание и привязанность являются основными причинами страданий. Страдания прекратятся, если вожделения прекратятся. И чтобы потушить страсти, следуй восьмикратному пути. Первая проповедь называется «Дхарма-чакра-парвартана» или «Задействование первого колеса дхармы». Здесь, в Сарнат, Будда также основал самка вместе с его пяти учениками. Самая впечатлительная ступа в Сарнате – ступа Дхамик. Полагает, что ее построил император Ашока в честь первой проповеди Будды, произнесенной на этом месте. Вскоре после проповеди в Сарнате послание Будды быстро распространилось. Его учения доходили до всех, независимо от их касты или вероисповедания. Каждый человек мог стать хозяином своей судьбы и достичь спасения. Будда часто посещал Раджгир, столицу Магадха. Правитель Магадха Бимби Сара и позднее его сын Аджад Шатру стали его одними из первых приверженцев. Врач Гири и около него есть ряд пещер, где Будда жил и проповедовал. Также здесь есть Грид Кут или Пикс Тервятников. Именно здесь он привел в движение второе колесо дхармы. По мере того, как слово Будды распространялось, тысячи были обращены в буддизм. От простого крестьянина до великого короля Ашока. Он построил ступы по всей Индии. Они были построены в честь важных событий в жизни Будды. В Люмбине колонна Ашоки отмечает место, где родился Будда. В Капил-Васту, столица Сакиас, молодой принц Сидарт провел свою молодость. Великолепная ступа в Саачи, известная как своей архитектурой, так и самой сложной резьбой. Она является самым прекрасным образцом буддистского искусства. Шравати – известное место, где он совершил, вероятно, единственное чудо в его жизни. Говорят, что он создал тысячу своих образов в воздухе. Кошамбе, что около Алхабада, часто посещал Будда, и в его честь здесь построен ряд вигар. В Вайшале Будда впервые принял женщин в орден Санг. Его кормилица Махапраджапати, и 500 женщин стали первыми бикхуни или монахинями. И также в Вайшале Будда произнес свою последнюю проповедь. В монастыре Маньямар Бодгая идет церемония посвящения. Верующие проходят через ритуалы, которые сделают его временным монахом, которое может длиться от семи дней до шести месяцев. В ходе этой церемонии он отрекается от всех мирских привязанностей, и в символическом жесте он снимает его обычную одежду и одевает рясу монаха. Будда говорил, «Экамбеку!» Пошли, монах! И они отрекались от дома, и семьи исследовали за ним. Вид жизни буддистских монахов не изменился за все эти 2500 лет. Даже сегодня бикхущи ходят, прося милостенью. Это деревня Сенани, где когда-то жила Суджата, где даже сегодня жив дух Будды. Жизнь монаха вращается вокруг учебы и медитации, одиночества и созерцания его спутники. Его окончательная цель – полностью впитать в себя суть учений мастера. Есть много центров, или вихар, где жили и учились монахи, но самое известное из всех них – это Наланда. Этот университет был основан в V веке до н.э. королем Кумаром Гуптой. Он быстро стал честью и славой Индии, и ученые со всего мира приезжали сюда продолжать исследования. Наланда стал ядром, откуда распространялся буддизм в отдаленной части Индии и другие страны. В Ладаке осталась суть мыслей и философии Будды, однако изменились внешние проявления. В северной части Индии и в странах ее северной стороны преобладает буддистская секта Махаяна. Но здесь в Ладаке ощущается сильное тантрическое влияние, которое позднее стало известно как буддизм Ваджираяна. В Ладаке есть много красивых и уединенных монастырей, где время застыло. В монастыре Спитук в Лех есть несколько изумительных изображений богини Тара, женское олицетворение мудрости Будды. Монастырь в Шей, древней столицы правителей Дака, свидетельствует о постоянной вере жителей этого региона. Хотя столица была перемещена в Лех, много лет назад монастырь все еще функционирует. Вероятно, самым известным монастырем в Ладаке является Хэмис, где летний фестиваль привлекает тысячи посетителей. Хэмис посвящен гуру Падмаса Бамбхава, великий учитель, который играл ключевую роль в распространении буддизма в Гималайском регионе. Рангтек – величественный монастырь в восточной части Секима. Это штаб-квартира Каргу или секты черных шляп. Монахи приходят из Тибета по приглашению правителя Секима Чогьяла. Новый монастырь был построен в стиле Первого монастыря Тибета. Рунгтек является богатейшим кладом рассказов благодаря рукописям и крупным центрам буддистских исследований. В Рунгтеке монахи практикуют многие ритуалы, которые отражают мистические аспекты буддизма. Монастырь обильно украшен изумительными фреско, показывающие пантеон буддистских божеств. В небольшом Гималайском королевстве Бутан буддизм является государственной религией. Сюда ее ввез гуру Падмасамхава. Здесь в Пару, в Бутане, ежегодно проводится фестиваль танцев. Это сложные танцы с масками, посвящены гуру Падмасамхаве или гуру Римпоче, как он известен здесь. Танцы исполняют как монахи, так и простой народ. В танце они повествуют об особых событиях в жизни гуру Падмасамхавы. Они также подчеркивают учения Будды, пошряя народ следовать им. Буддистым глубоко проник в ежедневную деятельность народа Бутана. Его влияние явствует в искусстве, ремеслее, архитектуре и правлении. Каждая семья предлагает ордеру одного сына, потому что это приносит заслугу и хвалу всей семье. Эти молодые монахи учатся игре на флете. Они должны научиться играть на различных музыкальных инструментах, потому что это является неотъемлемой частью многих ритуалов в ежедневных молебнах. Тысячи молитвенных флажков развиваются на ветру здесь, в Дойчала, на высоте в 10 тысяч футов. Полагают, что с каждым движением молитвенных флажков на ветру они взывают благословению. Люди приносят их сюда в надежде, в благодарность или когда они просят защиту от злых духов. Флажки бывают пяти цветов – синие, зеленые, красные, желтые, белые. Цвета ассоциированы с Буддой. Они также являются цветами буддистского флага. В столице Тимпу есть монастырь Зилукхе. Здесь группа монахинь совершает ежедневные молитвы и учатся. Принятие женщин в ордер Сангх было важной вехой в жизни Будды. Его отношения отражают терпимость, сострадание и изменения. Послание Будды распространилось также и в соседней стране Непал. Здесь народ тоже практикует буддизм ваджираяна. Хотя индуизм является государственной религией, влияние буддизма не менее преобладающее. Полагают, что Будда посетил Непал со своим учеником Анандой и жил некоторое время в городе Патан. Ныне Катманду, столица Непала, является международным туристическим местом. Его рынки заполнены подарками и буддистскими сувенирами. И многие буддистские храмы и ступы привлекают туристов. Буддистский храм в своем Бхнате является самым видным и хорошо известным символом Непала. Доброжелательные и бдительные глаза Будды смотрят во все направления долины. Этот храм уважают как индусы, так и буддисты. И ритуалы здесь являются амалгамом обеих религий. Дорджи или грозовой удар – символ буддистской мощи. Дорджи и колокол вместе символизируют мужскую силу и женскую мудрость. Золотой храм в Патане является буддистским и был построен в стиле погоды. Здесь Будда изображен как аватар Авалакитешвар. В центре Катманду стоит великолепная ступа Боднат. Вероятно, самая большая ступа во всем мире. Она является религиозным центром для буддистского населения Непала. И вокруг нее есть много процветающих буддистских монастырей. К вечеру туристы уходят, и Боднат вновь становится мирным и спокойным убежищем для паломников и верующих. Буддизм вскоре распространился на Шри-Ланку, Таиланд и Мьянмар, где Терават – школа верховенствующая. Здесь золотые купола ступ придают уникальное великолепие окружающей среде. Далее, к северу, Корея, Китай и Япония тоже приняли буддизм. В этом храме молитвы и ритуалы типично японские, однако объединяющий элемент буддизма – вездесущ. Буддизм также был важным звеном связи между Японией и Индией. Японский святой Фуджи Гуруджи построил во многих частях мира и в Индии ступы Шанти-мира. Эти храмы мира в Лех, Вайшали и Раджгири являются великолепной данью многим мостам, которые построил буддизм. Паломники со всего мира приходят в этот храм в Раджгири, чтобы молиться. Земля, по которой когда-то ходил Будда, ныне освящена верой его последователей. Субтитры создавал DimaTorzok Многие изображения, многие храмы и монастыри из различных стран все соединились вместе в виде мозаики красоты и гармонии здесь, в Бодгайе. Это микрокосмос безупрочного мира, где на миг забыты разногласия. Место, где философия Будды об истине и ненасилии является единственной реальностью. После его последней проповеди в Вайшале Будда прибыл в Кушенагар. Здесь, в 80-летнем возрасте, в полнолунную ночь в Айсак, в тот же день, когда он родился и достиг с просвещения, Будда вошел в состояние Махапари Нирвана. В смерти, как и в жизни, он был божественным, спокойным и безмятежным. Он сейчас слился с бесконечностью, стал символом излучающего света, вечностью блаженства и бесконечной жизни. 2500 лет спустя учение Будды продолжает жить в сердцах верующих. Его милостливая философия дала миру блестящий свет истины и мудрости и пути жизни, который воплощает бессмертные слова. Я ищу спасения в Будде, я ищу спасения в Дхарме, я ищу спасения в Санке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...